Супрайз, маддафакар! Промо-код находится в описании, сначала проходите по ссылке, которая в описании находится, затем куда угодно, выбираем товары, складываем в корзиночку, применяем промо-код, в конце концов, и вуаля, вы все это куплите, да, куплите, куплите дешевле, и приятных вам приобретений, хочется отметить, что покупка должна быть от двух с половиной тысяч рублей, чтобы сработал промо-код и бренд исключения Марк Антюан Баруа, а также, как вы видели, кот Гагарин с вами изо всех сил, он хочет поздороваться, он только недавно, я его накормил, у него еще до мозга не дошло, вот это вот чувство насыщения, поэтому он бегает и выпрашивает, да, Гагущенька? Да, Зайка? Опять пердит. Это все корм специальный для, лечебный корм, вот от этого побочные эффекты, это он на птичек. Итак, сегодня у нас на обзоре, господи, как вот мне не нравится, что нельзя так просто прочитать название аромата, да, это Минька, конечно, ну, практически, да, мини-версия, но, тем не менее. Как же раздражает меня, что вырубаться стал смартфон после одной минуты записи. Спасибо, Самсунг, что такие обновления подкатываете. Вы говорите, что перегревается там что-то, сто лет ничего не перегревалось, а после очередной обновы, вот уже сколько у меня, три месяца, оно вот так вот, с прошлого года еще, походу. Так вот, Агях Эбен от Эхмес. Обзираем. Пошарился я в интернете, поискал нотки, которые здесь должны содержаться, по мнению маркетологов, ничего такого толкового не нашел. Собственно говоря, Эбен, это Эбеновое дерево, то есть черное дерево, нотки черного дерева. Кстати, у меня же есть, у меня же есть браслет от Армании, серебряный, где в качестве, ну, такой декорирующей плашки вставлен кусочек Эбенового вот этого дерева. Нюхал-нюхал я его, ничего не унюхал. Только заметил, что со временем он выцвел от ультрафиолета, от солнца и стал не черным, а каким-то корешневатым слегка. Так вот, нотки, которые я нашел, это Эбеновое дерево, собственно говоря, это Агаровое дерево, Ут, ну, я думаю, что, ну, Агаровое дерево это и есть Ут, да. Я думаю, что здесь они фантазийные, эти нотки, здесь, скорее всего, химия, прям 99%, что химия. И также пихтовый бальзам, вот, пихту я люблю, и с пульвика он пахнет привлекательно. Вышел, то есть линейка запущена в 16-м, вышел сам этот аромат конкретный в 2018-м году. И парфюмером значится не Жан-Клод Элена, а Хестин Нажель. Ну, пшик, ну, как-то он сикает прям стрёмно. Вот опять же, опять же, ребят, хочется сказать о том, что гоняемся мы, гоняемся за этими брендами высокими. Ну, то есть, Эрмес это всё-таки А-бренд, и тем более его вот эта бутиковая линейка Эрменессанс. Недешёвые парфюмы, я вам скажу. И при этом они себе позволяют сикать, как попало на руку. При этом они себе позволяют, как тот же Роджадав, протекать прямо с покупки, вот так вот фонтаном. Короче, чувствуются здесь цитрусы абсолютно точно вверх. Стартовые ноты украшены такими свежачковыми моментами. Конечно, здесь больше всего гораздо происходит, нежели Эбен, Агар и пихтовый бальзам. Безусловно. Нежный достаточно, абсолютно точно унисекс. Я бы сказал, что в общем и целом аромат мне на нос приятный. Хотя вот думал, готовился к этому ролику и пришёл к выводу таки, что Эрмес это не мой бренд. Всё-таки не мой. То есть, Эрмес я уважаю аромат. У меня он есть в четырёх итерациях точно. Четвёртая ОДЖЕВРЕ, она ждёт обзора, она будет обязательно. Подписывайтесь, подписывайтесь, ожидайте, будет. Значит, H24. Уважаю, неплохо пахнет действительно на повседнев. Прекрасный аромат. Но чтобы вот за какими-то бутиковыми творениями гоняться, нет. Для меня древесный, скорее свежий такой, позитивный аромат. С какими-то пряными, однозначно, нюансами. Опять же, брует, наверное, гвоздика корица, что-то такое. И знаете, я даже его нанесу на себя. Я уже пришёл к тому, что перестал носить ежедневно ароматы. Почему? Потому что сикает, ребят, сикает. Вообще. Слабенько. Такое ощущение, что он сдохнет, кстати, скоро. Увы и ах. У меня также было с Кридом, который злосчастный этот Мелизим Империаль. Тоже сначала стал вот так сикать, а потом вообще и протекать. Видите, по нескольку нажатий делаю, чтобы хоть какое-то количество получить. Кстати, вот у них флакончики этих миниатюрок. Они унифицированы плюс-минус. Но они их красят. Каким-то хитрым образом они их красят. К примеру, вот этот. Он, если посмотреть, у него донышко как будто пурпурное слегка. Я не знаю, насколько камера ловит, насколько нужно. Вот, видите? Пурпур. Интересно, да? Так вроде переворачиваешь и вроде не очень. Интересно, вот они играют с этими цветами. Но это краска на стекле. Может быть, микро тоненькая пленочка какая-то. И пряный, древесный, приятный аромат, но вот абсолютно ничего не трогает. Из той оперы, что ничего не трогает. И даже мне кажется, что не особо он стойкий и шлейфовый. Ну, средненький такой. Скорее всего, тут концентрация парфюмированная вода. Давайте посмотрим. Без лупы, опять же, не разберешься. Делаем скидку на то, что это миниатюра. Вапоризатор. Ну, в общем, 15 миллилитров. Ну, такие полуминиатюры, полумаленькие версии просто. Флакончики миленькие. И да, вот если бы он еще не сикал, как самая какая-то последняя дешевка. Даже дешевки себе такого не позволяют. Чувствую кожаные аспекты. Появились кожаные аспекты, абсолютно точно. И появились, знаете, такие моменты дыма. Дыма, я бы сказал, табачного дыма. Почему табачного, а не какого-нибудь кастрового? Потому что... Не знаю, потому что... Ну, есть вот ощущение какой-то прокуренности. Как будто кто-то в комнате накурил. Но это оттенки сочетания именно черного дерева плюс агара, то есть уда. Все же пображу немножко с ним, чтобы попытаться понять. Ну, вот именно то чувство, когда нет никакого вдохновения от аромата. Такое бывает. Такое бывает. То есть, если бы это был какой-то араб, тот же самый проходной, я бы особо не переживал. А здесь Эхмес. Здесь небесный ценник. Здесь бутиковая линейка. Здесь должно было быть вложено повышенное количество артистизма. Я считаю, создание композиции. Ну, такого вот чего-то. В сторону ниши, может быть, да? И... Пображу, похожу, и скоро к вам вернусь. Походил. На морозный воздух вышел. Почему-то многие парфюмы мне на морозном воздухе выдают новые нюансы. Но этот выдал какую-то кислинку. Как я уже сказал, пряность. При этом он в каком-то моменте пудровый. Вот. Поэтому девчонкам подойдет точно. Девчонки, не бойтесь. Несмотря на то, что я упомянул вот эти нюансы. Пепельности какой-то. Придаст шарму только. Мне даже кажется, интереснее будет на девочках звучать. Не потому, что он феминный, да? А потому, что, ну, какую-то перчиночку придаст вашему образу. Для меня это аромат, который... Вот стоял бы он у меня, допустим, в коллекции. Это не мой парфюм. Мне нужно будет возвратить как этот, так и множество других. Мне их выслали просто для обзоров. И я ими даже в свободное время там не пшикаюсь. Типа на халяву, да? Нет. Ну, к примеру, вот был бы он в моей коллекции. Я бы, наверное, не нашел просто. Ну, это я лично. Потому что у меня есть некая коллекция. Есть некие любимые парфюмы. Я бы не нашел ему место. Я бы не нашел дня, когда бы мне вдруг, внезапно захотелось воспользоваться вот этим Агях Эбен. А директору позвонить в разгар записи ролика. Ребят, нужно все успеть сделать. И поработать на основной работе. Сами себя парфюмки не купят. И сделать вам качественный обзор. Так вот, на чем я остановился. Что сложно мне было бы выбрать момент, когда я бы захотел пользоваться вот именно данным парфюмом. Ну, ничего он мне такого сверхъестественного не дает. И улыбки вот до ушей тоже не дает. А вы знаете, оно у меня бывает от тестирования и от носки новых ароматов. Но все, что не делается, все к лучшему. Ну, пока 20 минут поговорили с директором. Еще немножечко разошелся парфюм. И теперь, внимание, он пахнет кожаными аспектами. Уже вот явно достаточно древесно-кожаный он теперь. Кислинка ушла. Появилась солоноватость, которая характерна, в принципе, для многих кожаных парфюмов. Поэтому теперь древесно-кожаный он и, ну, я думаю, нужно пробовать. Восторгов у меня нет, но и фу-фу прямо ощущения тоже у меня нет. Надеюсь, данный ролик был вам полезен. Оцените как-нибудь его. Не забываем подписываться в наше Телеграм-сообщество. Они у нас замечательные. А именно Пашко Барахолка. Парф Барахолка. Специализированные. Где вы можете выгодно купить и продать ароматы. Не забываем, что у нас там супер целевая аудитория. Одни парни. У нас там все как горячие пирожки. Очень выгодные предложения бывают. Нужно следить. Нужно быть подписанным непременно. Также другое наше сообщество. Пашка Пашко. В принципе, это основной такой мой актив. Ну, не знаю. Я вот, он для души у меня. Это чат парфюмерный, где ни один вопрос не останется без ответа. Ну, почти. Где у нас общение 24 на 7. Где никогда наш чат не спит. И так далее. А также группа скидки. Где вы получите новейшую, актуальнейшую информацию. По скидкам на именно ароматы. И еще группа антифейк. Где мы вычисляем мошенников. И каждый из вас может запостить туда парфюм. С просьбой определить аутентичность его. Оригинал или фейк. Мы вам там всегда подскажем. Все ссылки на эти группы находятся в первом закрепленном комментарии. Не в описании, а в первом закрепленном комментарии. За всем я прощаюсь с вами. И до новых скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!